Всем привет! В одном из предыдущих видео мы делали очень мощный и крутой пауэрбанк. Вот он у меня сейчас работает, заряжает мой телефон. А сегодня мы посмотрим, как можно из старого принтера сделать генератор. Но заранее вас предупреждаю, не каждый принтер для этого подойдет. Ну что ж, поехали! Итак, перед нами сейчас принтер. Это Canon IP1800. И я заранее не знаю, подойдет этот принтер или не подойдет. Поэтому сейчас походу будем его разбирать и будем смотреть, что получится и что нет. Итак, что нам сейчас нужно сделать? Это его разобрать. И так я снял основную часть, снял корпус. Для того, чтобы можно было заглянуть внутрь и сразу можно было бы понять, можно отсюда нам что-то взять или нельзя. И, к сожалению, заранее могу сказать, что эта модель абсолютно не подходит. И сейчас объясню почему. Итак, давайте посмотрим поближе немножко. Как бы так вам повернуть, чтобы хорошо было видно. Вот мотор. Я как раз в качестве генератора и планировал использовать мотор. Но здесь мы видим, что здесь стоит обычный коллекторный мотор. Как это определить? Здесь у него два контакта. Один и второй. А нам, к сожалению, коллекторный мотор... Уберу. Отлично. К сожалению, коллекторный мотор нам не подходит. С него можно, конечно, получить электроэнергию, но она будет очень мизерной. Там в глубине виднеется еще один мотор. Вон его контакт. Лапка виднеется. Но он тоже коллекторный. А, к сожалению, нам коллекторные моторы не подойдут. Потому что они вырабатывают очень мало энергии. Поэтому с данного принтера сделать генератор не получится. Ну, просто из-за того, что из него нечего взять. Разбирал же я принтер в поиске шаговых двигателей. Эти двигатели отличаются обычно квадратной формой, а также несколькими проводами. Если у коллекторного мотора всегда два провода, то у шагового двигателя может быть их намного больше. Например, 3, 4 и больше. Даже 8 может быть проводов. Вот вариант. Еще один шаговый двигатель. И у него, мы сейчас можем увидеть, раз, два, три, шесть проводов у него идет. И вот на примере этого двигателя я и буду делать генератор. Такие двигатели в современных принтерах используются все реже и реже. Раньше они очень часто использовались. Сейчас же их можно найти крайне редко. И обычно такие шаговики, шаговые двигатели можно найти в матричных принтерах. В струйных принтерах их, к сожалению, сейчас устанавливают крайне редко. Поэтому с данного принтера ничего полезного мы сейчас взять не можем. Итак, что нам нужно сейчас сделать? Сейчас мы попробуем с этого шагового двигателя сделать генератор. Давайте для начала обратимся к схеме мотора. Внутри мотора находятся 4 обмотки, которые могут быть по-разному скоммутированы. Это 4-х проводная, когда обмотки просто соединены последовательно. 8-ми проводная, когда каждая обмотка имеет собственные выводы. 6-ти проводная, когда обмотки соединены последовательно и имеют отвод от средины. И 5-ти проводная, где средняя точка соединена вместе. В моем случае у меня 6-ти проводной двигатель. Когда мотор вращается, на каждой обмотке генерируются переменные напряжения. Для того, чтобы это переменные напряжения выровнять, я буду использовать 4 диодных моста, которые будут соединены вместе в одну точку. Будем получать общий плюс и, соответственно, общий минус. Вот у меня это все собрано. Сам мотор подключен к 4-м диодным мостам. Действуют конденсаторы. Здесь стоит преобразователь напряжения на 5 вольт, USB-выход и USB-тестер. Давайте сейчас попробуем без нагрузки посмотреть, сколько вырабатывает этот мотор. Я сейчас буду быстро-быстро его крутить. Стараюсь намного, насколько возможно, его быстро вращать. И, если вам видно, в холостую вырабатывает 19 вольт. Довольно много. Под нагрузкой напряжение, конечно же, падает. Под нагрузкой максимальное напряжение, сколько мне получилось добиться, это 4,3 вольта. Ну, раз 4,3 вольта под нагрузкой, чтобы получить 5 вольт для зарядки какого-нибудь гаджета, например, телефона, то нужно использовать повышающий преобразователь. И изначально я поставил вот такой повышающий преобразователь. Но, к сожалению, он сгорел. Потому что 4,3 вольта это под нагрузкой. А без нагрузки напряжение повышается. И, соответственно, сюда пришло высокое напряжение на вход. И этот преобразователь просто вылетел. В идеале нужно было бы поставить какой-то бук-буст преобразователь, который мог бы и повышать, и понижать напряжение. И чтобы на выходе было 5 вольт. Но я пошел другим путем. Я сейчас поставил понижающий преобразователь. И здесь высокое напряжение на входе. Вроде бы как должно было бы быть высокое. Оно понижается до нужных 5 вольт. Давайте попробуем сейчас отключить. Не знаю, вам будет видно или нет, что здесь написано. Очень надеюсь. Я начинаю вращать. На входе у нас прыгает напряжение до 12 вольт. И на выходе мы имеем 5,12 вольт. Что в принципе неплохо. Но если мы подключим какую-то нагрузку, в данном случае зарядную устройство для аккумуляторов, я подключу на выход. Если я попробую вращать, то здесь даже не загорается полностью. Проседает сильно напряжение. Не набирается столько, сколько надо. Там 3,8-3,7 вольта. И ток примерно 10 мА. Но это очень мало. Очень маленькое напряжение. Давайте сейчас попробуем сделать по-другому. Соединим обмотки последовательно. То есть как они и есть. По две обмотки последовательно. И уберем центральный выход. Для того, чтобы иметь последовательные соединенные обмотки и более повышенное напряжение. Для того, чтобы на входе было более высокое напряжение. По схеме это будет выглядеть примерно вот так. В результате мы имеем две обмотки, соединенные последовательно и более высокое напряжение. Это напряжение будет идти через диодные мосты. И соответственно мы будем получать на выходе, в теории, более высокое напряжение. Соответственно на выходе тоже должно быть более высокое напряжение нашего преобразователя. И сейчас мы здесь так и сделаем. Итак, готово. Обмотки соединены последовательно. И сейчас посмотрим, что у нас будет на выходе мотора и что у нас будет на выходе после преобразователя. На выходе мотора мы, к сожалению, имеем все те же 4,3 вольта максимум. И на выходе преобразователя мы имеем 3,7-3,8 вольта и те же самые 10 мА, что очень мало. Поэтому если сюда на мотор прямо прикрутить ручку и пытаться ручкой крутить, ну вырабатываемой энергии будет слишком мало. Не хватит для того, чтобы зарядить что-то. Как вариант, можно попробовать использовать ручку с какой-то передаточным механизмом, для того, чтобы мотор очень быстро вращался. В качестве ручки с передаточным механизмом я использую шуруповерт. Вот у нас есть шуруповерт, здесь стоит шестерня. Я сейчас этой шестернью буду вращать этот мотор. И посмотрим, что у нас будет на выходе мотора и что будет на выходе преобразователя. Итак, на выходе мотора мы имеем 4,5 вольта. На выходе преобразователя 3,9-3,94 вольта. И от 20 до 40 миллиампер. Что мы имели? 4,5 вольта на выходе мотора. И на выходе понижающего преобразователя 3,9 вольта. И примерно 30 миллиампер. 30 миллиампер всего лишь. Это крайне мало. Мне писали в комментариях, чтобы я попробовал сделать генератор с шагового двигателя. И практика показала, что как генератор он очень слабый получается. Как фонарик его можно использовать. На выход поставить какие-то светодиоды. И вручную крутить. И можно будет получить какое-то напряжение для освещения светодиодов. Но использовать его в качестве генератора для заряда своих гаджетов. Это маловероятно, что его получится использовать. Я тестировал несколько разных моторов. И все они показали плюс-минус одинаковые характеристики. Вырабатываемой мощности очень мало. Для того, чтобы можно было зарядить телефон. Либо какое-то другое устройство. Поэтому нет смысла рассматривать шаговый двигатель в качестве генератора. Что, к сожалению, печально. Лично я рассчитывал на то, что вырабатываемой энергии будет намного больше. Но, к сожалению, оказалось, что это не так. Единственное применение шагового мотора – это использование в качестве фонарика. Можно взять какой-то светодиод и подключить его практически напрямую. Так как ток здесь небольшой вырабатывается. И напряжение переменное. И при вращении светодиод довольно ярко горит. Конечно, можно использовать диодные мосты для преобразования напряжения с переменного в постоянное. Поставить несколько конденсаторов. Нормальный светодиод. И тогда можно будет использовать шаговый двигатель в качестве фонарика. Какого-то ручного генераторного фонарика. Но в качестве зарядного устройства, к сожалению, его использовать не получится. Слишком мало вырабатываемой энергии. Так что данный проект я считаю неудачным. К сожалению. Ну а вы что думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментарии под видео. А я вам желаю мира. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok